Очень интересная притча про орлёнка. На одном дереве наверху находилось гнездо орлов. А внизу, на том же дереве, находился курятник. Наверху гнездо орлов, внизу курятник. И как-то раз, совершенно случайно, яйцо из орлиного гнезда, маленькое яичко, упало вниз в курятник. И курица даже ничего не заметила. И начало сидеть на этом яйце. Через некоторое время родился кто-то непонятный. И она видела, что это не совсем петушок, не совсем цыплёнок. Но она продолжала его воспитывать, приняла его в семью. И все чувствовали его как своего. Таким образом, орёл начал жить в куриной семье. И достаточно хорошо себя чувствовал. И всё было достаточно хорошо. Но внутри у него было какое-то неудовлетворение. Он даже сам не понимал, почему что-то ему не хватало. И он даже не знал, почему его все любили, его все принимали. Внешне всё было отлично. Он ходил вместе со своими друзьями, со своими братьями, как он думал. На прогулку, на водопой, в различные места. И тем не менее, всё время что-то ему не хватало. Но он считал, ну это ерунда. Всё хорошо. Я живу в хорошей семье. Меня любят. Всё отлично. И в какой-то момент его увидел сверху большой орёл. Он увидел, что это такое? Орлёнок в птичьем гнезде? Нет, не может такое быть. Он спустился, начал смотреть. Действительно, маленький орлёнок ведёт себя, как цыплёнок. Что такое? Полностью как цыплёнок. Большой орёл подошёл к нему и говорит, «Ты знаешь, что ты не цыплёнок?» «Что?» Говорит орлёнок. «Я? Я цыплёнок. Всё хорошо. Отстань от меня. Не мешай мне». Он начал убегать от него. Он боялся, что этот орёл его съест. Орёл взял его спокойно, легко, с уважением и сказал, «Послушай, я тебя не трону, но знай, что ты орлёнок. И ты знаешь, что ты можешь летать». «Я летать? Нет, не может такого быть. Ты что?» И так день за днём, день за днём, день за днём орёл с ним общался. И в конце концов этот наш орлёнок маленький согласился попробовать летать. Орёл его научил. И когда наш орлёнок взлетел, он почувствовал, «Вау, это другая жизнь!» «Это вообще что-то другое!» «Вот это и есть жизнь по-настоящему!» «Здравствуйте, дорогие друзья!» «Всем шалом!» «Спасибо всем, кто со мной!» «У меня опять не написано, сколько людей, к сожалению, но я рад каждому человеку!» «Каждый человек, который здесь, это целый мир!» «Даже для одного человека я бы давал лекцию!» «Ну, а вас я вижу не один!» «Очень-очень приятно, что вы здесь со мной!» «Что вы своё время проводите с пользой!» «Сегодня у нас тема предназначения, и эта притча напоминает, на самом деле, каждого из нас в чём-то, потому что у каждого из нас есть предназначение, но в чём-то мы это предназначение ещё не исполнили, мы ещё до него не дошли, или мы вообще не верим, что у нас есть такое вот большое, классное, великое предназначение. Но, в отличие от этого орлёнка, когда мы молоды, мы чувствуем, что мы особенные, что у нас есть миссия в этом мире. Приходит время, проходит время, и когда мы оглядываемся назад на то, что сделали, мы чувствуем, что наше «я» не раскрылось полностью, наш потенциал такой огромный, а реализовали мы его так мало. из-за этого можно уйти в печаль, в депрессию, как найти себя в этом мире, как не упустить своё предназначение. Для того, дорогие друзья, чтобы не запутаться в этом мире бесконечных возможностей, и тем более в нашем поколении, технологии, изобилия, тебе нужно твёрдо знать. Во-первых, в каждом из нас есть точка, талант, которого нет ни в ком другом. Это написано во многих еврейских книгах. Это написано в Ликутей Муаран, 34 Тора. Если удостаивается раскрыть эту точку, этот талант, то удостаивается великих ступеней. Об этом говорят наши мудрецы. У каждого человека есть вещь, которую он может делать лучше всех в мире. Представляете? Он в этом самый лучший в мире. Это может быть что-то одно, это может быть какая-то система вещей, то есть вместе несколько вещей, которые складываются в то, что он делает. Да? И в этом он самый лучший в мире. Наши души, как буквы в Торе, ни одна из них не может заменить другую. У каждой буквы есть своя святая функция, которой нет ни у какой другой буквы в Торе. И посредством этой вещи, которую мы можем делать лучше всех в мире, мы реализуем наше предназначение. Понимаете? Так, сейчас посмотрю, что пишут. Я буду рад любым вашим вопросам. Всем шалом! Итак, дорогие друзья, один праведник сказал, я рад, что я не Авраам Авину, я рад, что я не про отец Авраам. Авраам уже был в этом мире, а такого, как я еще не было, сказал он. Потому что каждый индивидуальный, как нет одинаковой руки, одинаковой линии на руке, точно так же нет двух одинаковых людей. У каждого есть талант, которого нет другого. Есть какая-то точка, это может быть совокупность разных талантов, умений, знаний, но точка, в которой он в потенциале может быть самый лучший в мире. Каждый человек через его индивидуальный талант раскрывает славу Всевышнего в этом мире. И поэтому так важно раскрыть этот талант, потому что в этом главная часть нашего предназначения. В трактате НИДА на листе 30 бет написано, что когда мы еще находимся в чреве матери, то ангел обучает нас всей Торе, а также показывает нам нашу миссию в этом мире. «Почему же Всевышний сделает так, что когда мы рождаемся, мы все это забываем?» – отвечает Аризель, великий каббалист всех времен. «Любой свет, который нам дается свыше, даже если потом его забирают, дает нам ясность в жизни». Что говорит нам Аризель? Что то, что мы учили и забыли, оставляет отпечаток в нашем сердце на всю жизнь. Все, что мы учили тогда, мы должны снова открыть, вспомнить, достигнуть своим индивидуальным путем. Понимаете? Чтобы это было не подарком, а нашим личностным приобретением. Еврейский юноша или девушка проходит то, что проходит с самого момента рождения, но глубоко внутри он знает, что есть истина. А что ложь? Идет ли он по правильному пути или нет? Надо только прислушиваться к себе. Если мы прислушиваемся к себе, то тогда мы сможем услышать этот тонкий голос, который говорит нам о том, что правильно, какой путь правильный, куда нам нужно идти. Рассказывают о царе Шауле и пророке Натане, что пророк Натан сказал Шаулю, что нужно уничтожить Амалека. Амалек – это была народность, которая была против евреев, которая была против Бога и был закон, повеление, что Амалека нужно уничтожить. И Шауль на самом деле пошел в борьбу. Он убил практически всех мужчин из Амалека, как и полагалось, но он оставил самого Амалека и он оставил его скот и так далее. А нужно было это тоже все уничтожить. И пришел пророк Натан к Шаулю. Чтобы быть точным, я скажу, что в конце концов Амалек сам тоже был убит, но ему на какое-то время была дана пощада и за это время он уже успел произвести потомство. И суть нашего рассказа в том, что приходит Натан, пророк Натан к Шаулю, царю Шаулю и говорит, ты знаешь, что ты согрешил, ты сделал против воли Творца. И Шауль говорит ему, да что ты говоришь? И начинает приводить ему доказательства. Тамуд, там написано так, там написано так. Смотри, я все правильно сделал. И они начинают спорить. Натан ему приводят доказательства, пророк Натан. Царь Шауль приводит пророку Натану свое доказательство. И в какой-то момент пророк Натан говорит, послушай, послушай тишину. Да, я не помню там точно как это написано. Воцаряется тишина и вдруг ни с того ни с сего Шауль говорит, да ты прав, а я согрешил. С чего это? Откуда вдруг это ощущение появилось у царя Шауля? И объясняет нам комментатор, что Шауль услышал этот внутренний голос внутри него, который есть у каждого человека. И этот внутренний голос, голос Творца сказал им, что да, ты не прав. и он его услышал. Каждый из нас точно так же должен научиться слышать этот голос Творца, который всегда находится внутри нас. Что пишут слушатели? Что каждая буква Творца для души? Это только для евреев. В Торе есть 600 тысяч букв считается по числу еврейских душ. У евреев немножко другой путь, скажем так. Но, тем не менее, у неевреев тоже есть предназначение. И каждый, кто хочет быть вместе с еврейскими душами и получить все их обязанности и все их плюсы, он может стать евреем. Так. Можно ли еврею молиться шмунац? Это лучше спросить у своего раввина. Всем шалом еще раз. И на самом деле мы понимаем, что такие вещи, что человек не чувствует вот этот внутренний голос. Это может быть даже у человека, который изучает Тору, соблюдает заповеди, молится. То есть это нужно знать и это нужно чувствовать. И к этому нужно прийти к тому, чтобы слышать внутренний голос. Вот этот тонкий. И понимать, что именно этот внутренний голос. Да, понятно, что этот голос он не может противоречить закону. И если он чему-то противоречит, то посоветуйтесь со своим раввином. Этот голос должен полностью соответствовать Шулхан Аруху, своду еврейских законов. Он ведет нас в этом море заповедей, в котором мы находимся. И, кстати говоря, нужно сказать, что вообще предназначение наше, еврейское предназначение, оно начинается с того, что мы соблюдаем заповеди. Изучаем Тору. Таким образом мы, как рыба, заходим в воду. То есть еврей без Торы и без заповеди, это все равно, что рыба без воды. Теперь, когда еврей начинает соблюдать заповеди, изучать Тору, он таким образом начинает дышать. И вот душа начинает дышать. Смотрите, душа дышает почти одни и те же самые буквы. И после этого, когда он уже себя обнаруживает в этом огромном океане, и можно плыть в нем совершенно разные направления, тогда он уже должен задуматься, куда мне плыть, какое мое предназначение, где мой поток. И вот тогда приходит время его почувствовать вот этот внутренний голос. Ну и после этого, естественно, посоветоваться с его раввином, как говорится, сделай себе рава, приобрети себе рава. И каждый должен найти себе рава, в котором он советуется. И по таким вопросам тоже, по вопросам предназначения. Если вы чувствуете, что Тора вам не дает свет, или что молитва или заповеди не дают вам духовной энергии, жизненности, удовольствия, значит, вы что-то делаете неправильно, не своим путем. Это относится и к евреям, и к неевреям. У неевреев есть 7 заповедей ноха, это можно найти в интернете, есть даже сайты бны ноха, посмотрите. Вот это для евреев это 613, но сейчас меньше, потому что сейчас не все заповеди возможно соблюсти, но побольше заповедей есть. Наше желание обычно в такой ситуации, когда мы начинаем исполнять заповеди, что-то не идет, какая-то заповедь, что-то не нравится, не приносит удовольствие. Наше желание обычно бросить и пойти туда, где мы получаем жизнь, удовольствие, энергию, кайф. Потому что мы все хотим удовольствия, это нормально. Но подожди, не торопись уходить. Поищи свою часть в торе, свой путь в исполнении заповедей. Ведь ты чувствуешь глубоко внутри, что это правильно, что это истина. Поэтому не бросай сразу. Нельзя бросать. Найти свой путь. И когда ты найдешь свой путь, ты почувствуешь, насколько это на самом деле классно, насколько это дает вдохновение, насколько это дает энергию, силу, позитив соблюдать заповеди своим путем, по-настоящему, как Всевышний тебя к этому предназначил. А для этого нужно учиться, нужно знать, как можно соблюдать, советоваться с раввином. Вообще для всех вещей есть три ответа. что нужно делать в любой ситуации. Значит, об этом нужно учиться, об этом нужно молиться, и об этом нужно спрашивать трава. Даже о том, как находить трава. Об этом нужно молиться, об этом нужно учиться, и об этом нужно советоваться с раввином. понимаете любая вещь нужно три вещи сделать для того чтобы эту вещь достичь с божьей помощью так вот дорогие друзья приведу вам хорошую новость хорошая новость заключается в том что любое запрещенное удовольствие можно получить разрешенным путем любое грубое удовольствие можно получить более утонченным образом хочется свинину есть кошельная рыба со вкусом свинины это нормально что хочется свинью у нас есть гмара если я не ошибаюсь которая говоришь что надо говорить что да я хочу свинину но всего с ними запретил поэтому я это не ем но если я хочу я могу получить это удовольствие которое мне хочется получить другим путем разрешенным и тогда я получаю награду за то что я не сделал запретную вещь и точно также я получаю удовольствие которое так искал всевышний говорит нам сын мой дочь моя я ни в коем случае не забираю тебя удовольствие есть миллионы вариантов получить удовольствие найти из них тот вариант который будет по-настоящему хорош и полезен для тебя это то что нужно сделать а советы как найти я всевышний говорит уже дал в моей торе так говорит как бы нам каждому из нас всевышний многие люди видят духовную работу в этом мире как необходимость они не получают удовольствие от святости как раб которого заставляют работать всевышний больше заинтересован в более высокой работе то есть то если человек так служит не говорю что это вообще нельзя и надо бросить такую работу нет но есть более высокий уровень работы служения в котором всевышний больше заинтересован до в перке а вот написано не будьте как рабы которые слушат царю для того чтобы получить награду если ты чувствуешь что что-то в твоей духовной работе не идет не светит тебе не дает тебе радость если ты чувствуешь что тебе тяжело и ты считаешь что так и должно быть то знаешь что ты ошибаешься всевышний хочет от нас служение в радость служение полной энергии а те кто служит в печали или как говорится на последнем издыхании это потому что они не нашли свое место святости окей дорогие друзья давайте посмотрим если вопросы так нет вопрос так как вот есть а как можно определить свою букву в торе что она показывает я не знаю есть вещь которую я не знаю я знаю что по буквам имени можно определить по моему есть одна из лектор которые которая часто говорит про буквы я советую к ней обратиться не помню тяжеление как и зовут окей дорогие друзья если вам хочется продолжение если вам хочется продолжение этого урока я с удовольствием с удовольствием вам это дам напишите тогда пожалуйста хочу сейчас в комментариях сейчас пришло время завершать эфир и я хочу вам сказать еще хорошую новость что я сейчас открыл группу в телеграме интересно для многих группу которая раз в день всего лишь раз в день она не будет вам мешать по утрам самого утра 6-7 утра в этой группе появляются мотивирующие извлечения одно извлечение в день кроме шаббата до присоединяйся к этой группы буду рад ссылка находится на в описании этого урока и кроме того для тех кто хочет убрать препятствия мешающие мы вспомнили свое финансовое предназначение есть тоже такая вещь я подготовил курс золотое мышление которое вы можете приобрести по ссылке которую я написал тоже в описании данного урока так что жмите на ссылку знакомьтесь с кратким описанием этого курса марафона и я буду рад еще много-много раз с вами встретиться и быть для вас полезным спасибо всем кто был со мной если вам понравился этот урок отправьте его друзьям я желаю каждому из вас найти исполнить ваше божественное предназначение и будем на связи с вами был давид близким будьте счастливы